привет мои любимые добрый прекрасный питерский день да 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 уже не утро потому что я всю ночь не спала пыталась связаться с подругой из мариуполя у нас с вами сегодня 11 марта 2022 года пятница день работника органа наркоконтроля ух ты не забудьте поздравить анну ивана петра порфирия севастьяна и серегу дядя поздравляю у меня подруга из мариуполя марина артюк не выходит с 1 марта на связь я не знаю что там у нее ну я примерно там знаю ну как вы знаете я не смотрю новостей я не интересуюсь политикой но мы с ней постоянно переписывались держались на связи это моя очень хорошая подруга мы с ней дружим с 18 лет и вот она пропала не отвечает на нет наверное связи я не знаю не вконтакте не заходит вот и вчера я посмотрела какие-то там фейковые новости о том что взорвали роддом 3 номер три там где мама меня рожала там где я рожала свою ирочку старшую дочь что взорвали этот роддом а этот роддом прямо напротив дома маринкиного так что я это самое так ну как я понимаю что все мы в руках бога все мы ходим под богом но остаточный вот этот он все равно вводит меня в переживание в размышления я несколько дней уже так все время думаю о ней как она там что как там люди посылаю им лучики любви свою какую-то душевную поддержку я не знаю чем я могу еще помочь сейчас все бросить и туда пешком пойти как там все перекрыто я туда не доберусь в общем вот так вот символ мира ты чё дерешься символ мира ну-ка прекращай тут хозяйничать что-то сам и главный все одинаковые перестань драться эй все тебя дали видите всех бьет такой символ мира как вы тут не красавчики уж подсох это тоже сидишь сиди сиди так что я постоянно думаю написала ей и на стене написала и в личку если она зайдет если будет у нее там интернет и связь и так и на телефон звоню постоянно вне зоны действия сети это та марина которая очень-очень в свое время в 2004 году мне помогла когда я была на улице когда я уехала из ливана и очутилась в киеве без крыши над головой без деток своих без денег без знания как я буду жить дальше у меня никого нет в этой стране ну вот кроме маринки я каким-то чудом правда у меня не было ни одной копейки единственное у меня было золотое колечко на пальце обручальная но таксист андрей меня бесплатно довез до мариуполя вернее до ж.д. вокзала в киеве а до мариуполя меня довезла и на моя коллега я вместе с ней работала проводницей и потом я позвонила маринке ее не было в мариуполе ее папа ответил что марина живет в москве вот и в общем через главпочтамт каким-то чудом я дозвонилась до москвы и там мне парень ответил что марины нет что она уехала в питер к подруге и я дозвонилась и до питера он мне дал номер телефона и я все-таки нашла маринку и через два дня марина была в мариуполе она очень-очень мне обрадовалась мы с ней действительно дружили с 18 лет дружим вместе играли в институте в настольный теннис много всего она мне дала и философии философия во мне было с детства как и во всех вас но она мне какие-то вопросы вот так открыла как наверное ни один учитель не может открыть очень многие мои страхи мне показала и очень очень меня всегда поддерживала мне тогда самое необходимое было наверное элементарно выслушать и вот она меня слушала день и неделю и месяц и год я в москве жила в общем добралась я до москвы с маринкой и жила там в марина два с половиной года устроилась нянечкой к фсбшнику маринка она такой философ она рисовала занималась своей какой-то работой мы гуляли и я и все 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 рассказывала про ливанскую жизнь до того как я уехала в ливан и так далее так далее и мы очень сильно так поддерживали друг друга и она меня наверное как моя мамочка понимала в каких-то вещах в которых мало кто вообще меня видел вот да и не только поэтому я так переживаю как она и где вот написано что она 1 марта была сети наверное если бы я ее не видела с 18 лет я бы наверное не меньше переживала так же как я за свою дочечку переживаю старшую внука но они вроде бы как мне сказали но я не знаю может быть это старые сведения что они уехали в италию я в этом тоже абсолютно не уверена и связаться не не с кем не со свекровью моей не с братом с моим у у меня с ним вообще связь потеряна еще до революции в общем такие вот дела мои любимые захотелось с вами поделиться я не знаю я вчера послушала обращение андрея беднякова не знаю кто его знает такой есть человек он тоже из мариуполя как по станиславскому хочется сказать ну не верю не знаю если ты лезешь в это все то почему ты не лез раньше например те же 8 лет назад хочется спросить и многие люди спрашивают его но ответа естественно нет и повторного обращения нет чтобы ответить на все эти вопросы людям а если ты лезешь сейчас именно то почему так размывчато ну тогда конкретно говори какие-то вещи конкретного ничего не говорится если ты переживаешь за эту ситуацию зачем ты именно сейчас оттуда уехал ладно я не сужу мне неважно просто делюсь с вами в чем я сейчас так молюсь чтобы у всех было все хорошо чтобы естественно был мир во всем мире чтобы все люди были счастливы потому что единственное для чего мы сюда приходим для того чтобы вспомнить себя для того чтобы быть счастливыми люблю вас мои родные спасибо что вы у меня есть спасибо за ваши комментарии за ваш отклик за то что просто есть очень 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 люблю вас всем волшебные пятницы не знаю